За последние месяцы на рудниках Казахмыса участились несчастные случаи, характер которых у медиков вызывает, мягко говоря, недоумение. Подозрительные несчастные случаи, как правило, происходят ночью без свидетелей на участке, куда пострадавшим наряд задания никто не выдавал. За последнее время участились именно черепно-мозговые травмы. За последние полгода где-то 14 случаев именно закрыты черепно-мозговые травмы. И характер этой травмы, они схожи. Пострадавшие нередко утверждают, что им на голову упал кусок горной массы. При этом каска остается целой, а рана на голове нерванная, как должна быть, а резаная и без гематомы. У нас в шахте мы одеваем каску. И на касках нет абсолютно никакой следов, который упал бы на него и была бы какой-то вмятиной. По словам начальника отдела безопасности рудника, эти схожие случаи стали происходить с такой регулярностью, что не успев расследовать предыдущий случай, приходится изучать новый. Спрашиваю у больного. Кайсар, вот ты живешь в Караганде, прописка у тебя карагандинская. Что мы будем делать, если тебя сейчас не примут? Он тут же очнулся, глаза открыл, говорит, как? Я же, говорит, прописан в Тимиртал, есть у меня прописка. И назвал свой полный адрес. Вот о чем это говорит. Так что же толкает сотрудников на инсценировку несчастных случаев со своим участием? Желание получить полагающуюся при несчастных случаях денежную компенсацию? Желание поскорее выйти на пенсию? Ответ на этот вопрос могут дать лишь те, кто своими руками писал сценарий своего ранения, но они вряд ли готовы открыть свое лицо. Зато их коллеги искренне удивляются подобным случаем. Я думаю, разумный человек, он никогда себе по голове камнем не ударит. Или друга же того же не попросит, чтобы он дал по голове камнем. Это глупо. Может, у него было на это веские причины, не знаю, может, он там хотел там. Надоело человеку работать. Мы идем работать, мы идем трудом с ним зарабатывать деньги, а не то, что кто-то тебе по голове ударит, думает, что большие деньги. Есть такие люди, скажем, тупые, жадные, скупые. Мы привыкли трудиться своим, чем вот руками работаем, зато гордо кушаем. Руководство Казахмыса призывает всех сотрудников придерживаться правил техники безопасности и не участвовать в опасных играх со своим здоровьем и благополучием. Каждого из вас ждут дома. Продолжение следует...